Привет, друзья! Вы на канале Кулинарием с Викторией. Сегодня готовим эклеры. Эклеры это пирожные, которые готовятся из заварного теста с заварным кремом. Я буду готовить шоколадный заварной крем. И сверху они обмакиваются в шоколадной глазури. Получается очень-очень вкусно. Сначала приготовим заварное тесто для эклеров. Для его приготовления нам понадобится в равном количестве вода, молоко. Можно использовать что-то одно, сливочное масло, яйца, соль, сахар и мука. Полное количество всех ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. В сотейнике соединяем 125 мл молока, 125 мл воды, 1 столовую ложку сахара и 1 чайную ложку соли. Добавляем 100 г сливочного масла и ставим на небольшой огонь. Доводим до закипания и до растворения сливочного масла. Убираем с огня и добавляем сразу всю муку, 150 г. Тщательно перемешиваем, чтобы не осталось никаких комочков. И снова возвращаем ковшик на огонь. Уменьшаем огонь до минимального, регулярно помешиваем и завариваем тесто. У меня на это обычно уходит 3-4 минуты. Тесто должно собраться в общий комок. Заварную массу перекладываем сразу в отдельную емкость, чтобы процесс варки прекратился и тесто немного остыло. И в другую емкость выбиваем 3 яйца. Яйца взбалтываем венчиком, либо вилкой и постепенно в несколько раз добавляем яичную массу. И перемешиваем. Когда вмешалась одна часть яиц, добавляем следующую часть яиц и продолжаем перемешивать. Заранее нельзя сказать, сколько понадобится яйца для приготовления этого теста. Оно может в себя вобрать как 3 яйца, так 4, так и 5. Поэтому ориентируйтесь на консистенцию. В этот раз у меня ушло ровно 4 яйца. Консистенция теста должна быть не слишком густая и не слишком жидкая, а вот такая, тягучая. Обратите внимание, готовое тесто перекладываем в кондитерский мешок с насадкой. Духовку ставим разогреваться на 200 градусов, подготавливаем противень, либо силиконовый коврик. Застилаем их пергаментной бумагой и отсаживаем эклеры. Длина эклера варьирует примерно от 10 до 12 сантиметров. Смачиваем палец в воде и немного прижимаем образовавшиеся хвостики, чтобы получилось красивее. И отправляем запекаться эклеры в духовку, разогретую до 200 градусов на 30 минут. Ну, конечно же, ориентируйтесь по особенностям вашей духовки. Запекаем до золотистой корочки. Из данного количества теста у меня получилось ровно 25 эклеров. Приготовим шоколадный заварной крем. 150 грамм темного шоколада растопим любым удобным для вас способом. Перемешаем и оставим остывать. 500 миллилитров молока ставим на небольшой огонь и доводим до закипания. В миске смешиваем 2 желтка, можно использовать 2 яйца. Добавляем щепотку соли, 90 грамм сахара, 2 чайные ложки экстракта ванили и 60 грамм крахмала. Добавляем 1 четвертую часть горячего молока, перемешиваем и возвращаем яичную массу в оставшееся молоко. Ставим на небольшой огонь и провариваем до загустения. Готовый заварной крем перекладываем в отдельную емкость. Сразу добавляем в него 60 грамм сливочного масла, 2 столовые ложки темного какао и уже остывший растопленный шоколад. Еще раз перемешиваем и даем крему полностью остыть. Более подробное приготовление этого крема вы сможете посмотреть на отдельном видео. Ссылочку я вам оставлю в описании. Затем с помощью острого ножа делаю боковые надрезы в эклерах и начиняю их подготовленным шоколадным кремом. Это очень удобно делать, особенно тем, у кого нет специальной насадки, как у меня. Убираем эклеры в холодильник до полного остывания. И пока приготовим шоколадную глазурь. Для глазури соединяю шоколад, молоко и сливочное масло. Ставлю растопиться короткими импульсами в микроволновой печи. Перемешиваю. Вот такая консистенция прекрасно подойдет. Осталось самое простое. Окунаем эклеры в шоколадную глазурь и аккуратно перекладываем их на силиконовый коврик. Затем убираем их в холодильник, чтобы шоколадная глазурь схватилась. Храним эклеры также в холодильнике. Дети были в восторге. У нас эти эклеры вообще ушли на ура. Обязательно приготовьте и попробуйте. Не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого доброго. И до новых встреч. С вами была Виктория.